На днях Галина Перепелица получила платежку за телефон, сумма в которой ее крайне удивила. Обычно она платит за переговоры по городскому номеру 30 гривен в месяц. В этот раз ей выставили счет более 300. Такая сумма за 8 минут разговора по неизвестному номеру. Как выяснила женщина, звонила ее внучка в поисках работы. Телефон ей подсказали в одной из областных рекламных газет. Когда я позвонила на Окртелеком, оттуда мне контролер отвечает. Вы разговаривали с лохотроном. Как я говорю, какой лохотрон? А это говорит киевский номер телефона. А я говорю, а почему же не предупредили, сколько стоит этот разговор? Такие случаи, когда абоненту приходят баснословные счета, не единичны, говорят в государственной компании Окртелеком. Номера, которые начинаются на 900 или 700, обычно принадлежат фирмам, которые оказывают платные информационные услуги с помощью телефонных линий. И абонент платит большие деньги именно этой фирме за информацию, а не Окртелекому за связь. То есть лицензия дает им право предоставлять такого рода услуги. Ну, услуги в себя могут включать гороскоп, трудоустройство на работу, то есть как бы кадровая служба задействована, погоду. И они устанавливают свои тарифы. Окртелеком к этому отношения не имеет. В отделе борьбы с экономическими преступлениями Галине Перепелицы посоветовали, прежде чем звонить, узнать о владельцах номеров телефонной компании. В Окртелекоме подтвердили, что их операторы могут проконсультировать абонента о том, платный ли будет разговор, если он заранее к ним обратится. Пока же женщине придется оплатить счет, иначе отключат телефон, ведь эти деньги снимут с Окртелекома. Все, чем смогла помочь телефонная компания, это разбить 300 гривен на три месяца. И посоветовала обратиться в суд. Ведь о том, что минута разговора стоит 45 гривен, фирма, предоставляющая информацию, не предупредила. Пострадавшая от телефонных аферистов не собирается опускать руки. Она обратилась во все городские СМИ и организацию одной из политических партий. По ее мнению, чем больше людей знает об этом случае, тем меньше денег получат телефонные грабители. Елена Шлюпова, Алексей Логвин, Панорама.